всем привет не знаю как будет сейчас выходить у меня видео потому что мне привезли внучку приехала дочка буквально на два дня и назад к себе домой поехала быстро быстро потому что они сейчас сезон продаж очень много заказчиков приезжают они с ними работают поэтому на этот период до сентября там включительно у меня будет внучка еще поэтому с внучкой привезли еще задания им задают задания в школе на лето и вот мы вчера делали задание там и по математике и по письму и на логику в общем в одном в одном учебнике там все конечно внучка со многими моими вот подсказками не соглашается хотя они правильные значит логика у меня работает нормально мы звоним матери моей дочери она когда бабушка сказала правильно делай как сказала бабушка вот ну и тогда только ребенок соглашается вчера мы вот занимались математикой умножением человек учится во втором классе закончил второй класс вот и в общем вот мы вчера у них не таблица умножения у них как-то не по-другому логика но наша может быть тяжелее у них проще больше с подсказками математика у нас все-таки приходится учить запоминать и работать мозгами на мой взгляд у них проще и как-то вот задание тоже довольно легкий вот мы вчера определяли где тут симметричные кораблики где симметричный что-то надо было закрасить что-то надо было нарисовать вот тут вот симметричный кораблик вот внизу надо было такой же вот ой вот тут внизу кораблик я уж что-то это совсем и надо было также симметрично изобразить кораблик навстречу ну и вот мы вчера еще решали на умножение до 10 здесь тоже вот это но это она сама здесь надо было ей предлоги тут она уже сама разбиралась потому что тут у меня как бы слабо с грамматикой итальянского языка нож если совсем у нее не получается ли она не понимает тогда мы опять-таки звоним маме мама нам подсказывает в общем большую половину тут уже она сделала осталось не так много но еще есть над чем потрудиться значит это вот один учебник который надо нам осилить до сентября и английский это второй учебник с английским проще потому что с английским помочь легче я надеюсь мы еще за английский не брались брались только вот за первый учебник а тут вот английский нам еще остался позаниматься английским сегодня будем заниматься и надо еще прочесть две книжки она уже начала читать тут одну книжку до половины прочитала вторую книжку еще не начинала то есть две книги надо прочитать за месяц примерно вот чем мы сейчас занимаемся короче мы сейчас учимся попутно как бы итальянский язык немножечко подтягиваем но не так все просто не так все просто но в общем занятие занятие занятия мы не расслабляемся ребята вот не только у нас грядки не только на шитье у нас еще интеллектуальная работа идет так заодно покажу дочка привезла презентики мужу мне сыну но сын уже это на дело пошел поэтому показываю то что привезла на кастаньеры мужские марка кастаньеры это испанская марка летние башмачки такие на джутовой подошве вообще оденешь на госпит она купила какие-то и мне но поскольку она летела лоукостером там до 10 по моему килограмм если не 8 и вот чуть-чуть одежды и чуть-чуть вот презентиков она взяла это мужу да не удобные такие на резиночки как-то вот я помню продавались еще такие дальние дальние времена везде повсеместно на всем снг чешские чешские вот такие вот башмачки тоже тканевые я знаю что мужчины просто фанатели от этих башмачков но кастаньеры они тоже это хорошая марка летняя такая с такой отделкой они характерно отличаются вот именно вот такой вот подошвой и тканевой я даже не парусина это по парусина но это не джинса не джинсовая ткань это парусина летние такие башмаки вот сейчас как раз когда нет дождей можно их одевать и щеголять в них но муж доволен надел нога спит там внутри смотрите не знаю видно не видно там внутри вот еще как бы массирующая стелька из жута такого свернута и когда идешь массирует ногу в общем-то ноге приятно тут вот кожаная вот такая капелька кожаная под пяточку и там дальше джут но дышит спит и отдыхает и ноги приятные она массируется в общем классные башмачки надо этого не предлагала на каблуке но я честно говоря я не могу на таком здоровом каблуке там танкетка такая женская цвета такие красивые были пудровый розовый потом такой пудровый голубой вот что-то типа этого и цвет кстати мне тоже очень нравится даже вот на мужских здорово потом темно-синий в общем был выбор но как бы каблук меня остановил я сказала нет мне это не надо они будут стоять и пылиться и я их не надену зачем ей буду тащить но она нашла мне на этот раз без каблука правда не привезла не влезла но следующий раз она когда приедет за дочкой я думаю она привезет потом покажу ну такие вот классные башмачки мужу повезло она как-то умудряется подбирать ему то кроссовки без примерки то вот такие башмачки я даже удивлена потому что трудно же обувь подбирать но пока нам это удается как-то не нам пока ей это удается в общем задарили нас задарили вот такими подарками муж короче доволен вот такие кастаньер чеки уезжаем так а мне подарили вот такой хорошенький кошелечек до этого тоже она мне дарила кожаный хороший кошелек то есть вот сюда кучу денег можно положить проблема только где их взять а так куча отделений всяких разных для карточек вот для всяких визиток вот самое большое отделение это понимаю что сюда можно такие купюры крупные положить так тут вот расстегивается и тут еще два отделения для мелочи то можно мелочь всякую сложить очень удобный хороший такой замочек знаете прям идет так мягко фирма это знаменитая фирма ланкастер они делают и сумки и кошельки это там у них и мужская и женская линия выбор большой шарашины и отличается в общем тем что очень качественная конечно это кожа это качество и это конечно дизайн очень такой лаконичный без всяких там наворотов которые можно приобретать вот такие допустим вещи они делают что их ну как они вне моды я считаю вне моды без всяких наворотов и носить можно и в пир и мир и добрые люди хороший кошелечек мне понравился тем более старыми этом замок уже как бы заедать мне другая фирма там тоже какой-то ой я не помню вот не побоюсь этого слова по моуп рада у меня она мне дарила кошелечек такой но классный вот тоже замечательный вот теперь я с новым кошельком могу красоваться да надо копеечку положить сюда чтобы чтобы что-то было в этом кошелечке вот надо евро положить сюда чтобы деньги водились таком кошельке не просто обязаны водиться считается и ультра современным и модным и классическим в общем все все там как бы занимает определенную нишу в мире моды ну считается что это в общем то очень даже не хило вот они еще называют как что это доступная роскошь я могу себе позволить доступную роскошь теперь у есть доступная роскошь и еще покажу она мне один презентик привезла правда он мятый сильно потому что был свернут туго-туго и надо его сейчас гладить или парить в общем не решила потому что там смесь вискозы смесь шелка такой шазюблик все на кошелек любуюсь париж ланкастер ну классно классный довольно сейчас покажу вот этот вот шазюблик шазюблик или летнее пальто без рукава как угодно с кармашками надо еще там прорезать сначала я хочу его отпарить а потом уже буду там все разрезать отрезать новая какая-то фирма из нового материала это смесь там шелка вискозы они выпускают линию там и платье у них вечерние наряды в общем простую одежду они не выпускают и ну как бы на каждый день как бы на каждый день ни один не наденешь конечно но потому что у меня такая вот есть тенденция если я надела светлую вещи обязательно там чуть ляпну или капну то есть мне нельзя никуда-то садиться и не что-то есть лучше предварительно это снять а так ну красиво я могу где-то пройтись и погулять поэтому наверно мне на что-то такое темненькое я даже не знаю себя не показываю на себе не показывай потому что потому что надо думать что с чем я просто сейчас покажу что привезли так ну вот такие вот лацканы интересненькие маленькие небольшие уютники кармашек у тут обманка так а вот тут карманы стоя с другой стороны они зашиты но они есть пояс завязочка он завышенный по талии завышенный вот так развязывается довольно длинный можно на распашку носить можно завязывать на одну пуговичку все это застегнуто это кстати ребятки ручная работа они не стесняются вот то что они вручную пришивают эта фирма но подклад изумительный мягчайший для тела вообще супер тут внизу мое платье можно сказать ни разу не надеванное потому что холодно я его шила и она у меня висит вот так всегда так ладно вот такой вот в общем-то 6 дюблик он достаточно длинный за колено туда он уходит видите вон какой длинный почти вровень с платьем с чем планирую носить пока только в голову пришло у меня есть брючки туса тоже дочь привозила сейчас повешу на манекен у меня брючки еще из шелка туса есть легчайшие невесомые как бы по тону они не очень совпадают да но все равно и это светлое и это светлое это серое светло-серое а это в голубизну шазюблик уходит в голубизну голубой голубой вот светло-голубой до такой размазанный пастельных таких тонов размазанных но он очень приятный но к телу ой это вообще что-то я люблю такие уютные вещи все хорошо по компаньоне они просто будут замечательные одно плохо я вот растолстела теперь не знаю как я влезу в эти брючки худеть надо худеть вот ну вот пока пока то что мне пришло в голову я даже да я достала примерила мне показалось очень даже неплохо будет такие брючки чудесные они пряменькие и такой вот шазюблик и такой шазюблик или проще сказать пальто пальто потому что на подкладе без рукава на лето по нашей погоде сейчас исключительно если куда-то избрать себе путь помимо огорода то вполне можно и найти куда его надеть до невозможности в общем задарили шикарные подарки теперь надо его отгладить каким-то образом так чтобы не было ласов я не знаю что это за ткань но дочь сказал что ткань вот они работают это новая совершенно ткань появилась производстве у них есть не надо очень аккуратно я видела платье у нее из от этой же фирмы там на корсете на подкладе ой шикарная шикарные костюм у нее тоже есть из этой же ткани такой молодежный приятный поэтому буду пробовать утюгом крайнем случае наверное где-нибудь там сбоку снизу попробую отгладить а так вот надо пытаться наверно парогенератором пока пройтись кстати заодно покажу какой парогенератор у меня завалялся на антресоле в котором тоже мы еще ни разу не пользовались стоит себе в коробочке вот такая фирма фирма даже не знаю так мелко написано итальянский c мою коллективы то ли так фирма называется ты не знаю то ли коллективное творчество вот так что вот застегивается на одну пуговицу но я и застегнутой пуговицы мерила и без застегнутой и вот так завязывается хорошие такие шику шикарные широкие завязки но практически под грудью вот так любопытная штучка я вообще-то думала себе шить шазюблю но такой летний вариант а это вот прям такой что можно надеть когда будет прохладно как раз и на осень и на прохладное лето ну так вот это двинула подальше чтоб лучше было видно пропорции как он выглядит но он так полуприлегающий полуприлегающие и можно затягивать пояс ширину регулировать а можно вообще его отпустить свободное плавание и носить вот так вот пряменько но будет время возможность я это все примерю включая платье потому что у меня вот так вот все лежит то есть у меня когда гости у меня когда вот эти вот все в кучу события в том числе и сверху еще огород никто не отменял то надо как-то это все совмещать в общем вот так смотрится всем пока пока лето запарка как у всех наверное не жалуюсь не страдаю не ропщу просто сообщаю что возможно видео будет выходить реже в связи с такими событиями и увеличением нагрузку на мою бедную голову в общем вот так всем пока пока всем успехов всем жаркого теплого лета и радости жизни а